итак ребята приехал я на старое место я в гости и попутно решил заснять и увидел вот такую картину если вы как помните я здесь как копал но не шурфил вот такое ощущение что там кто-то зашурфился и наверно беда беда ладно сейчас подойду поближе и продал всем ребят привет сегодня у меня очередной выход выехал я сюда в гости по делам своих оставил у родственников а сам решил немножко поковыряться дабы не тратить время как вы поняли приехал я в одно шикарное местечко где было в свое время очень находки зачетные просто шикарный с небольшого холмика я поднял там если в общей сложности наверно монет 30 и все царские а там же я поднял и звезду и вот сейчас вот приехал сюда и кое-что там интересное нашел увидел тем что помимо меня там кто-то еще был и довольно таки интересно то что кто-то наверно следит за моими видео ну вот и узнал это местечко и продолжил мою деятельность но он продолжил действовать с тем что просто типа в наглую зашурфился прям в центре деревни я сейчас тоже постараюсь такой наглости взяться дабы надеюсь меня никто не прогонит если прогонит я возражать не буду они будут полностью в этом правы ну поживем увидим сейчас отправляюсь на место возьму прибор свою аську потому что наверное все таки хотя не знаю посмотрим сейчас все видно будет может быть обычным прибором или же продолжу шурф потому что шурф уже начин уже присыпан либо продолжить либо попробовать своим макро рейсером поглубже посмотреть так что что будет то будет вы сами все это увидите так что продолжаем будет думаю очень довольно таки интересно тем что находки там весьма весьма приятные старинные царские так что смотрим продолжаем будет наверное классно и так ребят приехал я вот смотрите здесь вот капитальный шурф заложили я побоялся в свое время здесь закладывать потому что есть столбы стоят но кто-то прям серьезно этим занялся и такой шурф здесь нарыл и все с тобой в таком виде оставил это очень очень плохо но я решил поддержать тем что хочу разровнять холм чтобы была ровная поверхность может меня за это местные жители не осудят но все равно сделаю небольшой выброс вот я точно уверен точно уверен что здесь будут монеты вот именно сейчас вот здесь вот я сделал метр на метр и сделал выброс я уверен что здесь сейчас будет монетой почему уверен потому что тут на этом эпицентре в этом пятачке я поднимал верховые пример наверное штук 10 около 15 монет и сейчас визуально вместе с вами будем при помощи прибора прибор я к сожалению нашу взял этот потому что хотел прозвонить этот участок который там но это сейчас до этого дела дойдет и хочу прозвонить здесь вот то что я накопал так ребята решила сделать вот такую вставочку почему потому что многие могут не понять что у меня происходит в данном случае с прибором прибор как вы видите большой штурвал пятнашка и рядом стоят высокобольтные линии то есть прибор просто-напросто взбесился наверное как-то там что-то происходит с чистотой из-за этого происходит вот такой непонятный фон у многие подыскатели сталкиваются с этим потому что у многих бывает вот такой непонятный это может происходить из-за высокобольтных линий из-за телефона в общем много всяких причин если вам интересно я могу эту тему какой-то в следующих видео поднять и рассказать из-за чего вот такие происходят фоны но прибор не так и не получилось отбалансировать вроде бы как устойчиво работает но в данном случае этот эпицентр где я прошу фил не знаю просто что-то ненормальное происходит и прибор мне все таки пришлось поменять ну а поменять сами понимаете на что это у нас аська аська незаменимый прибор во всех шурфах он у меня участвует это автомат калашникова не зря его так называют правда американским автоматом калашникова но все-таки наш советский калаш но был сигнал вот смотрите чисто чистый как слеза сигнал вот но в итоге смотрите ногой перевернул он сместился из хороший сигнал 92 достигает это это стопроцентная монета бывает но иногда и бывает алюмишка вот но сейчас я вот этот сигнал потерял настолько что не могу его найти и чтобы мне найти его мне пришлось сходить за аськой и за пином но забегу вперед это у нас была царская монета 3 копеечки это я на период забежал так что сигнал 92 достигал 3 копейки николаевского образца вот смотрите приборов сейчас нормально ведет когда убавил глубину залегания целей там шурфить можно глубоко в принципе потерял просто напросто сигнал хороший сигнал а монета 3 копейки царские огромная монета и потерял большой штурвал потерял данную монетку так что ладно все заканчиваю с этого окошечкой и ухожу как ребята подлежал я поменял прибор потому что прибор большой катушки было неудобно и сразу же на высыпке выпала монета это у нас трешка 1906 года вот это да первый сигнал и монета так я уверен что здесь сейчас еще будет уверен правда на 90 80 процентов но все равно нет нет одной монеты было достаточно принципе ну ладно 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 продолжаем так ребята очередной сигнал и снова эта монета вот на эту монетку у нас судя по толщине это царь ну да царская монета 2 копеечки ой блин каждый копья монету засаживаю лопатой жалко что за монета 2 копейки год не скажу но это николаевский образец фотку как всегда по традиции царей прилагаю ну все продолжаем немножко за шурфился небольшой котлованом не образовался засыпка есть и буду до маяка шурфить смотрим итак ребята аська нашла еще одну монетку с уверенностью говорю потому что она зеленая круглая а что на самом деле сожалению не скажу вообще не проглядывается ничего сейчас немножко освежу и вам покажу но это ребята у нас тоже царская монета 2 копейки николаевский образец правда орел затертый но здесь видно отчетливо что это формат николая второго двушка год сказать не могу в принципе зачетная засыпка радует приятная вот ну по-видимому здесь были находки все все время на штык лопаты глубже начинаешь углубляться и находки уже не так обильно как раньше были свое время но засыпка здесь на два два с половиной штыка лопатой так что хорошо что здесь мелко все продолжаем и так ребята продолжаются эти находки и находку увидел визуально увидел что-то зелененькая и вместе с вами еще посмотрим что это за зелененькая монета царская судя по всему одна копейка просмотреть год никакой сохран совсем нельзя так что фотку буду прикладывать что за монеты в данный момент но это николай последний продолжаем всем гостям моего канала рекомендую подписаться здесь вы увидите много интересного видео что связано с металлопоиском и полезной информации будь всегда первым при просмотре новых видео а для этого тебе надо подписаться нажать на колокольчик поставить галочку и ты будешь первым оповещен о появлении нового в выпуску и так ребят на прозвонки старого шурфа увидел такие вот штучки прям настоящий такой знаете граненый алмаз ты был сигнальчик в принципе и выпала монета монетка советская 20 копеек щитовик щитовичок вот к сожалению разглядеть не могу но можно сказать с уверенностью 31 по 34 год они только в этих годах выпускались вот такой щитовичок изображен щит на щите двадцатка и рабочий с молотом вот такая зачетная монетка все идем дальше надо кстати смотрите здесь еще камрад мурдика накидал вот такой вот зачетный почему-то он не взял его это у нас колокольчик колокольчик даже не колокольчик а как они называются ты на а на овца на шею одевает на коров он у нас где-то примерно из латуни или что-то в этом роде вот такой целый ладно продолжаем продолжаем и так ребят прошел где-то ну полтора шага был сигнал я не знаю то есть шурфил с какой катушкой что за прибор но аська подбирает находки прям верховые сейчас у нас выпал 15 копеек на это так да наверно 15 копеек рамочник вот такой вот монеток вот сказать не могу снова потому что работаем на шурфе и зачастую здесь монеты вот в таком сохране ладно продолжаем вот в этой половине почему-то всегда и в тот раз верховые были советские монеты а с той стороны были царики не знаю чем это связано там цари здесь советы кто знает подскажите ну все продолжаем итак ребят поторопился я выключаться капнул одну лопатку выбросил вытащил 15 копеек но сигнал продолжался и здесь а здесь и вот еще одна монетка и это на этот раз уже 10 копеек 10 копеек сорокового года вот такая монетка да уважаемый камрад кто здесь шурфил привет тебе ну а мы продолжаем итак ребята решил я здесь задержаться немножко почему ну потому что засыпка просто шикарный там смотрите о это смотрите визуально что-то нашел что это у нас а так что это у нас интересно какой-то я не знаю колпачок визуально при вас нашел и здесь засыпка смотрите какая вот она какая классная и вот такую вот засыпку я всегда ищу всегда ищу и зачастую когда штук лопаты делаешь как вы видите может быть чернозем и нужно углубиться еще поглубже чтобы найти вот эту засыпку она дает всегда результаты как вы видели в этом слое прямо здесь вот поднял вот такую латунную фигню не знаю что это такое подсвечник возможно или что вот и монетка монетка советская и радует то что это пятачок а пятачки как вы знаете практически все года за исключением там 30 30 31 40 ой 46 что-то они фигню стоят но пятачки другого года они стоят нормально и это у нас старый старый герб блин год не знаю не вижу сейчас если что-то интересное будет погоду я конечно же к ней вернусь а так это пятачок старый образец в пределах в пределах 30 35 35 года последний пятак был 35 года их было два образца старый как сейчас и новый то есть 35 года было два образца и между прочим оба дорогие старый образец конечно подороже у меня есть оба образца в коллекции так что если что-то интересное будет по этому пятачку обязательно сейчас вернусь а так продолжаем итак ребята снова поторопился только что говорил вам тыкал сюда вот пальцем вот в эту засыпку и сигнал там был и выпал вот такой вот монитос это у нас двушка год 28 или 29 герб у нас старый герб старый вот такая зачетная двушка кстати тот пятачок я протер оказался он ничего особенного 30 года ладно идем дальше итак ребят находка была но она совсем маленькая я вам до последнего и не хотел показывать думал копеечка обычная но перчатку аж до дыр дотер чтобы посмотреть что это за монета к сожалению так я и не смог разобрать но что-то довольно таки интересное вот по размеру одна копеечка советская но хочу сказать но это возможно одна вторая или одна четвертая копейки серебром возможно но только чистка может показать здесь я даже не чистил потому что очень тяжело монета очень тонкая но проглядывается небольшая надпись посередине коу 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 здесь вот ладно чистка покажет что это довольно таки приятная находка если это одна вторая или одна четвертой копейки серебром поживем увидим и все это вот из той засыпки которую я вам показывал продолжаем итак ребята очередной сигнал здесь уже комрад копал но сигнал был и вот он смотрите с вами вместе с вами берем что это у нас это у нас советик судя по всему 3 копеечки оу нет это у нас 20 копеек очередные очередной рамочник и год снова сказать не могу 30 31 что ли ну ладно вот такая монета все смотрим итак ребят копать даже не пришлось просто-напросто комрад ее ногами затоптал 20 копеек щитовичок ой рамочник год не знаю не знаю вот такая вот монетка у меня прям просто перевалочная база вот так вот хожу и прозваниваю кучка находок у меня там кучка находок как вы видите здесь и кучка находок вон на там кирпичики вот так в трех местах перевалочная база чтобы не таскать с собой для чего это я делаю ну понимаете нахожусь в центре деревни здесь дорога вот и вдруг если сотрудники милиции ко мне подскочит узнать что как зачем почему и чтобы не навлечь на себя беду царские монетки а они у меня вот здесь вот в этом камушке я и храню так что чтобы ко мне претензий не было не надо таскать с собой хабарницу потому что в данном случае если подойдут из хабарницы все быстро выкинуть не сможешь а подойдут сотрудники спросят как что зачем почему ну я и покажу что советики они к сожалению не вековая давность так что вот по этой статье меня не загребут единственное что могут другие статьи приплесить но это по крайней мере не 6 лет лишения свободы так что ладно продолжаем итак ребята я прям спешу на это смотрите прибор лежит копнул смотрите что вылетело в раз монетка два монетка три монетка четыре монетка четыре монеты выпало я еще не прозванивал ничего здесь я даже не знаю как вам это объяснить вот эта монетка я вижу царская смотрите блин тфу ты извиняюсь за это помните я вам показывал здесь вот камушек и я сейчас его подкопал он упал и мои монетки высыпались блин вот это я лоханулся извините ребята чуть я вам подставной ролик не сделал сори извиняюсь все продолжаем итак ребята я все ждал когда у меня появится хороший устойчивый сигнал где я уверен на 99,9% что это монета и вот сейчас сигнал на Аське смотрите бьет как Катин Пятак в последнем диапазоне и не двигается не смещается смотрите на Аське это надо копать всегда между прочим здесь у меня камушек был с монетами и вот под этим камушком походу у меня как раз монета выпал да вот он и сейчас посмотрим ох слышали сама монета упала сейчас удобней так что это у нас огромная монета вообще огромная о вензеля Николая блин да это у нас Пятак жалко он затертый но это у нас Пятак год сказать не могу но судя по тому что толщина монеты тонкая это у нас Александровская наверное времена сейчас посмотрим протер я ее год где у нас о год сразу видно хорошо смотри как протер 1873 год да не ошибался это у нас Александр зачет зачет и так у нас есть и отправляется она снова у нас в тайничок под камушек чтобы никто не уволок продолжаем и так ребята буду заканчивать потому что у нас солнышко уже село мне нужно сейчас присыпать свой фундамент и присыпать фундамент камрада чтобы не было претензий чтобы я мог сюда еще приехать ну начало снимать из-за того что монетка монетка царская о здесь вообще классно наростов нету 2 копейки николаевского образца год 1900 какой-то так сейчас с вами посмотрим сможем разбудить нет 1000 нет не могу возможно 1901 или что-то в этом роде сейчас потру немножко и скажем 1916 разглядел вот видите как четко 1916 16 жалко не 17 но ничего будет еще когда-нибудь у нас 17 год поживем посмотрим итак очередная находка но находка на этот раз советская это у нас пятачок я уже знаю какой год немножко потер перед тем как вам показывать это для того чтобы не занимать ваше время это ничего особенного пятак 46 года нередкий частый как я уже до этого говорил 46 год они довольно-таки частые почему же мне не попадаются редкие ладно да кстати у меня ребята уехали на дальние рубежи где-то примерно 200 или 300 километров отсюда вот не знаю вечерком созвонюсь узнаю как у них результаты ну и я выехал вот так вот копаю я уже два с половиной часа где-то в среднем получится три через полчасика я наверное буду закругляться уже становится темно еще ехать домой так что полчаса у меня еще есть потихоньку снимаю всего-навсего штык лопаты чтобы все сравнять конечно же в следующий раз я приеду попробую углубляться еще глубже вот а для того я сейчас присыпаю всего-навсего штык лопаты чтобы не было ко мне никаких претензий ладно смотрим итак ребята буду заканчивать свой видеокоп последней находкой за собой я все прошурфил после того как засыпал выпало еще несколько монет после того как я обрубал и засыпал за собой свою деятельность чтобы не было претензий но к этому я чуть позже сейчас я вам покажу как я здесь все приравнял вот советую рекомендую всем это делать потому что ну сами понимаете сейчас очень опасно этим делом заниматься ну а если будете еще за собой котлован оставлять это вообще будет беда и с вами на вас уже будут выходить местные жители с вилами ну а сейчас последняя находка сейчас даже не знаю как разглядеть это на камере камера немножко передает что светло но на самом деле уже так темно нет у нас царской монеты я разглядел вот фокус наверное не будет сейчас сводиться да не будет уже темно и это у нас две копейки царские как вы видите темно уже обзор буду делать дома наверное скоро такая традиция и будет потому что темнеет рановато не как всегда уже в пять часов темно раньше до восьми копали сейчас до пяти я обзор наверное буду делать на следующий день так вот он шурф за камрадом я присыпал изначально наверное на полтора штыка яма была сейчас яма нету засыпал я конечно повторно здесь еще нужно углубляться на штык потому что здесь вот я везде подымал монеты причем делал всего-навсего пол штыка не знаю камрад чем здесь с каким прибором ходил так здесь за собой основной шуф я тоже засыпал как вы видите ямы совсем нету даже стало лучше того что было была здесь такая вот насыпь непонятного рода а теперь как вы видите заподлицо ровненькое местечко повторюсь с той стороны у нас были советики в основном а здесь абсолютно все цари а нет хотя выпал один советик вот здесь я тоже сделал на штык лопаты присыпал срезал присыпал прозвонил вот так что здесь можно углубляться еще на два с половиной штыка ну и все на этом закончу не пропустите буду делать обзор дома работала сегодня Асечка она сегодня снова показала что она еще достойна конкурентам своим старым старшим братьям так что Аська еще ребята может себя показать ну все продолжаем смотри обзор м м м м м м м м м Субтитры сделал DimaTorzok